Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Меня зовут Зверева Марина Валентиновна, я доцент Московского городского педагогического университета, кандидат медицинских наук. И сегодня мы поговорим с вами о том, что важно знать о знакомых продуктах. Итак, поговорим о пользе и вреде любовно укладываемых в ваши сумки в бутербродах, соках, булочках. Можно их брать с собой или нельзя. А если брать, то что? Что более полезно, что более вредно? Можно ли запивать бутерброды соком или лучше сделать это несколькими глотками воды? И если выбирать сок, то какой? Об этом мы и поговорим сегодня. С детства нам говорят, что питаться надо правильно, не есть на бегу, что вредна сухомятка. А с другой стороны, теперь врачи говорят, что вредны и длительные промежутки между приемами пищи. Так имеют ли право на существование наши бутерброды, соки, булочки? И если имеют, то как выбрать правильные, наименее вредные, наиболее полезные, съев которые мы не только получим удовольствие, но еще и хороший набор витаминов и питательных веществ? История соков и бутербродов насчитывает уже несколько столетий. В советском прошлом существовали магазины или отделы в больших гастрономах, которые так и назывались – соки, воды, бутерброды. Там всегда толпился народ, не упускавший случая выпить сок и заесть его бутербродом. Соки были разные – и яблочный, и грушевый, и сливовый, даже березовый. Можно было купить целую банку или выпить стакан сока на разлив. Напитки разливались либо из открытых банок, которые при вас непосредственно открывались, либо из специальных конусообразных емкостей с краником. Рядом был поднос с бутербродами и обязательно стакан соли с ложкой, потому что томатный сок был без соли, как и другие соки без добавок. Соль добавлял каждый себе по вкусу. «Пейте соки! Они богаты витаминами и питательны!» – писали на плакатах и этикетках. И правда, ведь с древности люди знали, что соки полезны, и считали, что выпивая сок растений, человек получает его жизненную энергию. Сейчас мы знаем, что в соках содержится много витаминов, питательных веществ, полокон, но одновременно в нем много сахара во фруктовых соках и, соответственно, много калорий. Что же больше – польза или вред от сока? На самом деле, ответ заключается в том, из каких продуктов приготовлены соки, по какой технологии и еще что немаловажно, сколько этого сока вы выпили. Это справедливо как для редких экзотических соков, так и для обычных – яблочного, цитрусового. Если мы возьмем свекольный сок, то в нем очень много аминокислот, азотистых соединений. Он рекордсмен по содержанию железа. Но если даже полстакана такого сока выпьет неподготовленный человек с утра натощак, то, скорее всего, он почувствует себя плохо, почувствует тошноту, головокружение, недомогание. Безусловно, велика польза и обычных соков – яблочного, апельсинового. В них много витамина С, в яблочном много железа, много других витаминов. Но у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта эти соки могут вызвать дискомфорт. Поэтому их надо пить с осторожностью. Очень богат полезными веществами томатный сок, любимый нами с детства. В нем много витаминов группы А, витамина С, много белков, пищевых волокон. Количество минеральных солей и их разнообразие поражает. Это и калий, и фосфор, и магний, и цинк, и селен, которые сейчас относят к противоопухолевым веществам. Также замечательное вещество ликопин, которое недавно было открыто в томатном соке. Которое придает ему вот этот яркий красный цвет, тоже обладает противоопухолевым действием. И сейчас считает, что томатный сок помогает улучшать состояние нервной системы и профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Тем не менее, он может быть не показан людям, имеющим заболевания печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. Поскольку стимулирует работу, стимулирует желчее образование, в какой-то степени даже стимулирует образование камней. Таким образом, людям с хроническими заболеваниями надо осторожно относиться к сокам. Но и даже вполне здоровым людям нельзя их пить в очень большом количестве. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу, представленную на слайде. Здесь указана калорийность соков. И вы увидите, что калорийность соков достаточно велика. В среднем калорийность фруктовых соков составляет 40 ккал и выше. Самый низкокалорийный сок – это грейпфрутовый сок. Соки с большим содержанием калорий. Яблочный, ананасовый, виноградный. Там количество калорий зашкаливает. Если и эти данные приходится всего лишь на полстакана сока, на 100 грамм. Если вы выпьете этого сока целый стакан, а то и 2, и 3, то количество сахара, количество углеводов, количество калорий возрастет в 4-5 раз. Эти углеводы быстро усваиваются, попадают в кровь и наносят удар по нашему организму, после которого приходится долго восстанавливаться. Кроме того, в соках, в отличие от фруктов, которые рекомендуют врачи, есть больше, чем пить соки, в них нет клетчатки. Если вы съедите один апельсин, вы получите только 12 грамм сахара, но одновременно 12% дневной нормы клетчатки. А если вы выпьете стакан сока апельсинового, на приготовление которого требуется 3 и больше апельсина, вы получите уже 26 грамм сахара, это около 5 чайных ложек, и практически не получите клетчатки. Поэтому похудеть с помощью соков нереально, это утопия. А вот поправиться совсем наоборот. Диетологи говорят, что количество полных людей в Америке велико во многом благодаря тому, что там увлекаются сладкими напитками. И калорийность стакана газировки и стакана сока практически одинакова. Поэтому надо помнить, что сок – это не просто напиток, это скорее пища, чем вода. Нельзя с помощью соков удовлетворять жажду, пить его вместо воды. Соки лучше разводить водой. Даже свежевыжатые рекомендуют разводить в два раза. А такой сок, как морковный, лучше разводить молоком и пить его не каждый день и только по полстакана. Если же вы хотите пить, то лучше пить обычную воду. Это может быть минеральная, негазированная вода. Это может быть просто профильтрованная даже. И хотя бы кипяченая вода. Второй вопрос заключается в технологии приготовления сока. Какой это сок – свежевыжатый или приготовленный впрок дома или на производствах, с мякотью или без, отдельные или состоящие из смеси исходных компонентов, с добавками или без. Давайте сначала обратим внимание на два распространенных вида соков, которые вы пьете. Это осветленные и неосветленные соки. То есть соки с мякотью. Неосветленные соки выглядят немножко похуже, может быть, чем осветленные. Осветленные соки используются как диетические продукты, отличаются высоким содержанием витаминов, питательных веществ. Но многие вещества в процессе фильтрации, в процессе осветления, все-таки уходят. В первую очередь, это пищевые волокна, клетчатка, это каротин и некоторые другие вещества. А ведь они тоже нам нужны, как стимуляторы в работе желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что пищевой ценности в соках с мякотью больше, часто из-за их густоты их разводят. И разводят не водой, а сахарным сиропом. При этом их калорийность увеличивается. Кроме этого, в соки, и в осветленные, и не осветленные, добавляют искусственную аскорбиновую кислоту, как закрепитель цвета и антиоксидант, то есть вещество, препятствующее разрушению под действием кислорода собственного натурального витамина С. В результате количество витамина С увеличивается, а это тоже не очень хорошо, потому что избыточное количество витамина С уменьшает всасывание витамина В12, нужного нам для кроветворения. Кроме того, такой сок с искусственными добавками уже перестает быть полностью натуральным. Конечно, больше всего нам нравятся свежевыжатые соки. И действительно, в них больше остается витаминов и быстро исчезающих питательных веществ. Однако, недостатки есть и у них. Во-первых, в них тоже много калорий, а во-вторых, если такой сок постоит, он потеряет половину своих хороших свойств. Еще одним недостатком является то, что зимой свежевыжатый сок готовят из полежавших уже фруктов или фруктов и овощей, которые привезли к нам издалека. В процессе транспортировки эти фрукты и овощи тоже потеряли многие из своих питательных свойств. Поэтому, если вы выбираете, что взять с собой, то вполне могут подойти и соки, приготовленные заранее. Поэтому в пору сбора урожая начинают готовить запасы на зиму. Это и варенье, и компоты, и, конечно же, соки. Этим занимались и занимаются сейчас дома, а также на возникших в прошлом веке консервных заводах. Практически каждая семья в середине лета начинала заниматься заготовками на зиму. На дачах и даже в городских квартирах на кухнях кипели в кастрюле, там варился свежевыжатый сок. Посмотрите, как шла технология приготовления сока. Помытые фрукты и овощи с помощью соковыжималок переводили в сок, затем кипятили их, доводили до кипячения и разливали в стерилизованные банки. При кипячении большое количество витаминов разрушалось. Но хорошие хозяйки нашли выход. Они не доводили температуру соки до 100 градусов, а останавливали процесс стерилизации, как только появлялись первые пузырьки. То есть приблизительно около 90 градусов. И тут же разливали сок в стерилизованные банки. При этом сок не сваривался, не разделялся на фракции. И когда зимой открывали такую банку, сок создавал впечатление, что его только что отжали из сорванных фруктов. Он был свежий и вполне летний на вкус. Конечно, для того, чтобы приготовить такой сок, хозяйка должна обладать очень высокой квалификацией. Подводя итог, надо сказать, что из готовых соков лучше выбирать натуральные, а не восстановленные. И, конечно, желательно, чтобы соки были без добавок, даже если это витамины. Потому что добавленные искусственные витамины могут вызывать аллергии. Нельзя утверждать, что вообще надо отказаться от готовых соков. Но так же, как и в случае со свежевыжатыми соками, домашними соками, нужно выдерживать меру. То есть употреблять их в строго ограниченном количестве. И, конечно, приготовленные дома по правильному рецепту самим собой соки будут гораздо более полезны и принесут вам больше удовольствия. А теперь поговорим о незаменимой добавке к сокам и основному блюду нашего завтрака, школьного завтрака, или завтрака, который мы берем с собой на работу. О бутербродах. Само слово бутерброд означает хлеб с маслом. Существуют разные легенды о том, когда впервые стали использоваться бутерброды и появилось само такое слово. Но вот одна из легенд говорит о том, что бутерброды придумали в Дании в 1553 году при защите от Ингейского замка. Комендант замка заметил, что хлеб часто падает у солдат, и им приходится поднимать испачканный хлеб с земли. И он предложил мазать хлеб маслом, чтобы запачканные участки были хорошо заметны и можно было легко исчистить. После такого нововведения солдаты стали меньше болеть. Так полезны или вредны бутерброды? Ведь мы привыкли к тому, что их называют вредной пищей, приводящей к гастритам и язвенной болезни. С одной стороны, конечно, бутерброды вредны из-за того, что это сухомятка, то есть мы едим их неподготовленными, и желудок потом долго переваривает эту пищу. Кроме того, в состав бутербродов, особенно таких, как показано на этом слайде, ходит много простых углеводов, которые быстро всасываются в кровь, много жиров, вредных в том числе, и искусственных добавок. И все-таки, можно ли сделать бутерброд полезным, чтобы кроме калорий, кроме сытости, он давал нам еще и какие-то питательные вещества? В пользу бутербродов надо сказать, что в выборе не есть вообще или перекусить с помощью бутерброда правильный выбор в пользу перекусов, потому что длительное воздержание от пищи может привести и к голодным обморокам, и к болям, что, конечно, ни детям, ни их родителям не нужно. Исследователи показали, что при длительных перерывах между приемами пищи нарушается нормальный процесс пищеварения. Желудочный сок меняет свои качества. Кислотность его может быть слишком высока, и тогда слизистая желудка обжигается. Либо наоборот, желудок не успевает вовремя подстроиться, и при недостаточной кислотности пища начинает бродить и загнивать, что, конечно, также приводит к нарушению желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если у вас намечается большой перерыв между приемами пищи, возьмите бутерброд в качестве школьного завтрака, только приготовьте его правильно, и для этого мы дадим вам несколько советов. Обратите внимание на наш слайд. Отличную выбору будет цельнозерновая булочка или хлеб. Такой хлеб печется из особым образом приготовленных зерен. Их не измельчают на мельнице, а особым образом толкут. При таком приготовлении в них сохраняются пищевые волокна, оболочки зерен, и эти элементы действуют как губки, помогая поводить из нашего организма токсические вещества. Углеводы, которые входят в состав цельнозернового хлеба, усваиваются организмом медленно и обеспечивают сытость на долгое время. Хорошим выбором для начинки будет говянина или грудка птицы, потому что в них содержится много белка и довольно мало жиров. Нежелательным выбором будет карбонат, шейка, потому что, несмотря на наличие легко усвояемого белка, там также много легко усвояемого жира. Плохо будет, если вы возьмете вареную колбасу, ведь белка в ней уже гораздо меньше, зато много жиров и крахмала. Калорийность вареной колбасы гораздо больше, а пищевая ценность значительно меньше. Если вы возьмете сырокопченую колбасу, то вы получите вместе с ней много добавок, дубильных веществ и тех же самых жиров. Отличной добавкой будут листья салата или кусочки огурца, только не добавляйте их сразу, чтобы хлеб не размокал и чтобы в нем не размножались микроорганизмы, а добавьте непосредственно перед употреблением. Нежелательной, очень вредной добавкой будут майонез и другие соусы, потому что с большим количеством жиров вместе с ним вы получите еще множество красителей, усилителей вкуса, консервантов и так далее. Отдельный вопрос заключается в том, нужно ли запивать бутерброды и чем запивать. Диетологи говорят, что желательно пить за 15-30 минут до приема пищи, в частности, и до употребления бутерброды. Однако, некоторые специалисты из Испании, Италии, считают, что фруктово-ягодные соки, некоторые компоты, содержащие органические кислоты, наоборот, способствуют перевариванию. Поэтому, их употребление допустимо. И все-таки, наверное, лучше запивать, либо не запивать вообще, бутерброд, а пить жидкость за некоторое время до употребления бутерброда, а при необходимости выпить несколько глотков воды. Какой же вывод мы должны сделать из нашего исследования? В качестве хлеба лучше выбирать цельнозерновой хлеб, в качестве начинки продукты с высоким содержанием белка и малым содержанием жиров. Как добавки использовать листья салата, овощей. Можно брать с собой фрукты в школьные завтраки. Сок лучше выпивать незадолго до бутерброда. А бутерброд запивать небольшим количеством глотков воды, если почувствуете необходимость. Выбирать сольте лучше натуральной, прямого отжима и без добавок. Если хорошего сока под рукой нет, возьмите лучше фрукты и обычную воду. Итак, дорогие ребята, мы пришли с вами к выводу, что голодать вреднее, чем перекусывать грамотно приготовленным бутербродом. Поэтому его можно использовать в качестве школьного завтрака, если, конечно, не предусмотрен отдельный завтрак в столовой. Счастливо и приятного аппетита!